Депутаты городского совета заинтересовались точечной застройкой в 22 микрорайоне. Жители домов на бульваре Есенина протестуют против строительства здания во дворе. Хотят, чтобы осталась детская площадка. Есть возможные уличные беспорядки и, не дай бог, возможные какие-то травмы жителей. Мы не должны допустить каких-либо потерь. Я считаю, что сейчас власти города все-таки должны уже вмешаться в эту ситуацию. Представители от администрации обязательно там встретимся. Давайте определим, допустим, завтра в 10.00. Парламентарии сегодня говорили о насущных проблемах. Мэр предложил расселять Лепчана из Развалюх за счет строителей. Вот эти дома на улице Газина пока не входят в программу по переселению из ветхого жилья. Но есть фирмы, которые готовы устроить им новоселье за свой счет, если получат освободившиеся участки под строительство. Будут удовлетворены потребности жителей. И, соответственно, компания за счет того, что она на этом месте построит жилой дом, она также будет иметь определенную финансовую выгоду. Бюджетные деньги выделили сегодня на строительство школы с бассейном в 29-м микрорайоне. Это рекорд по стоимости – более полумиллиарда рублей. И еще одна сенсация. Главный смотритель сегодня признал – почти половина липецких дорог не соответствует нормативам. Достаточно ли средств дорожного фонда выделяется на ремонт магистрали и частного сектора? Если говорить о конкретных суммах, то речь сегодня, например, на 2016 год идет о 100 миллионах рублей. Это катастрофически малая сумма для нас. Сегодня потребность варьируется от 500 до 700. Но мы имеем 100. Главному смотрителю депутаты посоветовали подготовить служебную записку с предложениями, как улучшить дорожную ситуацию. Татьяна Ермишина, Вадим Гупанчук, ТВК Новости.